Текущее состояние сельского хозяйства и его ближайшие перспективы, необходимое и возможное для отрасли, обсудили на сельскохозяйственном совете во главе с Игорем Кошиным. Главным образом различные управления и ведомства собрались выяснить, за счет чего развивать и расширять сельхозрынок. Началось заседание сельскохозяйственного совета с доклада о текущих делах. Однако цифры и факты не так волновали председателей сельхозкооперативов, как поддержка округа. Различного рода субсидий сегодня получает каждый кооператив. Другое дело, на что и в каком количестве. Так сельские производители жалуются на высокие тарифы электроэнергии, от которых избавлен город. Получается, мы одной рукой даете, а другой рукой забираем. Насколько это правильно? Чтобы обеспечить равные условия всем производителям, управление ПК и торговли планирует выделять деньги на производственный килограмм продукции. Этот вопрос управления будет решать до сентября. А если говорить в целом и на перспективу, то все эти меры должны помочь сформировать в округе полноценный рынок. К уже имеющимся сельхознаправлениям – оленеводство, животноводство, молочная продукция, рыбодобыча, тепличное хозяйство и рыборазведение – планируется добавить дикоросы. Мы должны решить вопрос продовольственной безопасности нашего округа. Для этого мы должны понимать объем потребления внутренней округи и что мы можем отдавать за пределы округа. На сегодня перед округом стоит немаловажная задача – подготовить каждого производителя к условиям рынка. А это значит обновить материально-техническую базу и определить правовую форму хозяйств. Сегодня в Нинецком округе работают различные экономические формы предприятий – от сельскохозяйственных кооперативов до семейно-родовых общин, что усложняет поддержку со стороны округа.